Привет, друзья! У меня сегодня для вас просто невероятный по своей красоте, простоте и вкусу рецепт хлеба. Посмотрите, вот такого красавца вы можете испечь сами в домашней духовке, причем быстро и не прилагая особых усилий. Звучит, конечно, как фантастика, но посмотрите видео и убедитесь в этом сами. Если вам нравятся мои рецепты, не забывайте подписываться, я вам всегда здесь очень-очень рада. И не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых, особенно предновогодних рецептах. С словом, больше дела, приступаем! Для того, чтобы испечь такой невероятный хлеб, вам понадобится мука, вода, соль и дрожжи. Просеиваем муку, для хлеба это мега важно, добавляем соль, дрожжи. Теперь перемешиваем все сухие ингредиенты. Начинаем постепенно добавлять воду и замешивать тесто. Добавляем тесто. Отправляем тесто в теплое место на расстойку. Расстойка занимает где-то 60-80 минут, в зависимости от того, какая у вас мука и насколько сильные дрожжи. Стя на тесто через час, если оно поднялось в два раза, значит с ним можно уже работать дальше. Обычно я растаиваю тесто в духовке, прогреваю ее где-то до 40 градусов и выключаю. Ставлю туда тесто и оно там прекрасно и быстро поднимается. Сегодня я использовала для этого вот такой метод. Набрала в глубокую емкость горячей воды и сверху поставила миску с тестом. Дно миски не соприкасается с горячей водой. Такой метод тоже вполне хорошо сработал. Через часик мое тесто уже увеличилось два раза и выглядит вот так. Теперь я посыпаю рабочую поверхность мукой и перекладываю на нее тесто. Теперь задача аккуратно растянуть тесто в пласт толщиной где-то 2,5-3 сантиметра. И после этого взять один край теста и подогнуть его к центру. И то же самое сделать со второй. Получится вот такой вот своего рода рулетик. После этого рулетик мы скручиваем и получается уже что-то похожее на буханку хлеба, которую теперь нужно закруглить. Теперь округляем тесто. Берем и как бы края теста стягиваем немножко вниз, очень аккуратно. Когда мы так делаем, тесто приобретает более круглую форму. В этом видео я показываю полностью, как я формирую хлеб. Я ничего из видео не вырезала. Действительно на формовку ушло буквально несколько минут. Сейчас я повторно растягиваю тесто в пласт и затем буду подворачивать его края и делать рулетик. В этот раз это все нужно делать еще более осторожно, потому что в тесте уже образовались пузырьки воздуха, поры. Чтобы пузырьки не полопались, тесто не порвалось, нужно все это делать очень-очень аккуратно. В этот раз я уже сильно не растягиваю тесто. Толщина пласта у меня уже где-то около 3,5 сантиметров. Буквально слегка растягиваю и складываю. Тесто все так же слегка липкое, но муку подсыпаем совсем-совсем немножко. Теперь еще раз сворачиваем рулетик. И второй раз его округляем. Проверяю тесто пальцем. Когда остаются такие ямочки и тесто сразу же не возвращается в свою форму, значит, что оно еще не до конца вызрело. То есть ему еще нужно немножко постоять, чтобы уже закончились все процессы, необходимые перед выпеканием. Мое тесто еще 15-20 минут постоит в форме. И после этого уже я буду отправлять его в печь. Теперь очень важный момент. Чтобы хлеб получился именно такой красивый, с такой прекрасной корочкой, мы будем выпекать его в форме и под крышкой. В качестве формы я использую емкость с мультиварти. Она высотой около 20 сантиметров. В общем, нам нужна какая-то емкость, которая подходит для использования в духовке. Не выделяет никаких вредных веществ при высокой температуре. Выпекать хлеб мы будем при максимальной температуре. У меня это 250 градусов. Хлеб был поинтереснее, покрасивее. Присыпаем его еще сверху мукой. Накрываем крышкой. У меня это просто форма для пирога. И оставляем на 15-20 минут еще в теплом месте, чтобы он немножко постоял и расстоялся. 20 минут делаем на тесте надрез. Я делаю такое лезвие. Когда-то я очень увлекалась выпечкой хлеба, особенно на заквасте. И буквально обыскала все, что можно, чтобы найти специальную лезвию для вот этих красивых надрезов. В принципе, могу сказать, что лезвие, конечно, удобно, но это не обязательно. И она не всегда залог того, что надрез будет очень красивым. Но красота надреза и то, как раскрывается хлеб, зависит от вашего теста. Можно сделать просто вертикальный надрез ножом. Будет тоже все очень красиво. Теперь отправляем хлеб в духовку. Лично я выпекала 45 минут под крышкой и 10 минут без крышки при температуре 250 градусов. Хочу вам сказать, что когда я в первый раз подняла крышку, где-то через 30 минут хлеб уже был очень красивым. И с красивой корочкой. Для того, чтобы он хорошо пропекся и внутри, я накрыла его крышкой и поставила еще допекаться. Общее время выпекания где-то 55 минут. Теперь, почему важно выпекать под крышкой. Хлеб наполовину состоит из воды. И в первые секунды выпечки, естественно, выходит влага, которая очень важна для формирования красивой хлебной корки. Когда мы печем хлеб под крышкой, эта влага задерживается в емкости, а не испаряется в духовке. Вот такой у меня для вас сегодня рецепт хлеба, который просто покорил меня своей простотой, красотой и вкусом. Надеюсь, этот рецепт понравится и вам, и станет вашим любимым. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на мой канал. У меня для вас еще много-много интересных рецептов. Ну а пока, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...